Вообще конфликты случаются в жизни каждого человека, по сути это обыкновенный спор, который рождается тогда, когда сталкиваются две точки зрения. Казалось бы, ну что сложного, поспорили и разошлись. А так и нередко конфликты разворачиваются во всю свою мощь, увлекая в процесс выяснения отношений все новых и новых участников. Как разрешить конфликт, если вы уже оказались в нем и что категорически не стоит делать? Узнаем время сейчас у психолога Натальи Павлюк. Наталья Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну для начала вообще, что такое конфликт? Конфликт – это столкновение разных интересов. Вот такое простое определение, потому что определений конфликта много, но я решила так вот сказать очень просто. Предпосылкой конфликта является конфликтная ситуация, то есть она зреет, 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 как раз вот эти разные интересы происходят, и нужен какой-то толчок, чтобы состоялся конфликт. Ну вот и мы так считаем, наверное, да и родители наши, да, кто помнит еще те поколения, то время, сейчас стало намного больше хамства в магазинах. Ссор каких-то в автобусе на ногу наступают, кричат, то есть люди стали более конфликтны, получается? Вы знаете, я бы так не сказала. На мой взгляд, времена всегда одинаковые, люди тоже всегда одинаковые. Конфликтов было много во все времена, в том числе в нашем недалеком прошлом, это 20-й век, нам с вами очень знакомый, и, конечно, сейчас. То есть я бы не сказала, что именно 21-й век стал более конфликтным. А я вообще человек не очень конфликтный, не очень конфликтный. Ну а что мне делать, если, допустим, меня втягивают в какой-то спор? Допустим, я стою в очереди, начинает девушка подвинуться, толкать. Вот что мне делать? Мне нужно реагировать на это, нужно поворачиваться. Как ты обычно делаешь, в принципе? Подружно так поступать или нет? Знаете, все зависит от человека и от ситуации. Конечно, если этот конфликт вам не важен, то есть тот же магазин, очередь где-то в автобусе, в троллейбусе и так далее. А я думаю, что мудрее будет все-таки уйти из этого конфликта. Но если конфликт очень важен для вас, то есть с вашими близкими людьми, с вашими коллегами, то такой способ решения конфликта, в общем-то, называется уклонение и не приводит к результатам. Конфликт нужно решать. А есть ли случаи, когда нужно... Вот его же монета и ответь. Это как раз те случаи, когда связаны с твоим же достоинством, наверное, или как? Знаете, есть такая вещь, как личностные границы человека. Что это такое? Это некое пространство психологическое, там, где человек помещает свои ценности, свои убеждения, осуждения, какие-то постулаты, жизненные девизы. И, конечно же, это пространство нужно защищать. Но как это делается? Не его же монетой, а есть так называемый тон взрослого человека. Это тот тон, который мы сейчас с вами разговариваем. Если вы ровным, ну, более-менее спокойным голосом, конечно, нужно стараться вначале. Если вы скажете человеку, ну, к примеру, не надо со мной так разговаривать, не разговаривайте со мной, пожалуйста, таким тоном, то я думаю, что конфликт не разгорится, по крайней мере, до того пика, до какого он может разгореться, если его же монеты... А как понять, кстати, вот когда вот пик накалённости, когда можно... Вот бывает такое, знаете, вот ругаешься, 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 и ты понимаешь, вот оно ещё чуть-чуть. Это по внутренним ощущениям, да, определяется? Да, скорее по внутренним ощущениям человека. Ну, во-первых, опять же, разные ситуации бывают. Если это ситуация такая, ну, бытовая в плане неважности, да, то есть, опять же, троллейбус, автобусы, очередь и так далее, то здесь скорее по ощущениям. То есть, человека видно, он начинает всё равно заводиться, разгораться, это самая конфликтная ситуация, помните, да, и потом происходит какой-то пик, толчок, наступили на ногу, да, как вы говорите, или девушка, подвинься, и, соответственно, происходит конфликт. И, возможно, даже, ну, вы или тот человек, который оказался в этом, не является причиной, но, тем не менее, вот оказывается в тяну. Вот вы сказали интересную фразу, человека видно. И мне интересно, а мы очень много времени проводим на работе, да, коллеги бывают разные, к сожалению. Чёрные, белые, красные. Чёрные, белые, красные. И можно ли по каким-то признакам выявить коллегу-спорщика? Ну, я думаю, это без признаков видно, вот я уже сказала как раз эту фразу, я думаю, что его видно. Человек любит спорить, любит всегда оказываться правым, ему неважно, на самом деле он прав или, в общем-то, не прав. Просто, знаете, как в армии говорят, устав, да, пункт первый, я прав, а если я не прав, смотри, пункт первый, да, поэтому есть такие люди, к сожалению, но мне кажется, что их не очень много. И на самом деле существует мнение, что если человек внутренне не конфликтен, если он сам не настроен на конфликт, то ему будет меньше попадаться конфликт в ситуации. А если мы берём тот случай, если, допустим, у меня ссора с коллегой, то что мне делать? Допустим, он меня раздражает, вот этот человек, и у меня ссора, мне лучше выплеснуть это всё, ему высказать всё, и глаза, но после этого, конечно, у меня испортятся отношения, либо сидеть и это в себе удержать, но тем самым я буду постоянно себя вот эти затрагивать, потому что при каждом разе, когда я его увижу, меня будет выворачивать. Когда я смотрю, ты выносишь ссору из избыта. Да. Вы знаете, на мой взгляд, ни то, ни другое не результативно. Держать в себе эмоции нельзя, и это уже действительно доказано даже научно, потому что человек сколько эмоций не копит, это всё равно наступит какой-то край. На кунта этот играет. Да, это уже мои, скажем так, клиенты, люди, которые ко мне приходят и говорят, всё, не могу, у меня край, сейчас зарвусь. Но высказывать, правильно вы сказали, это приводит к конфликтам. Поэтому здесь, опять же, решение конфликта конструктивно. То есть, во-первых, решите для себя, что вас раздражает, почему вас раздражает. Может быть, это вам стоит разобраться. То есть человеку, который, ну, разобраться в своих каких-то эмоциях, в своих ситуациях, в своих ощущениях. Почему именно? Очень часто люди, которых что-то раздражает, на самом деле зеркален. Есть такой механизм защитной психики, как проекция. То есть человек проецирует свои качества, которые он в себе не принимает, на других. Это происходит бессознательно, к сожалению. Но если начать разбираться в себе. Вот мы, это мы говорили сейчас о коллегах, да? Но с коллегами тут чуть попроще. Потому что ты находишься с ними в одном, на одном уровне. И можно конфликтовать, можно и не конфликтовать. Подраться. Ну, это я так. Ты снова выносишь 40 за минуту. Да. А если о конфликт все-таки с начальством, тут уже немножко другие отношения, да? Как быть? Может быть, есть какие-то приемы психологические такие, хитрые? Здесь человек должен сделать для себя выбор. Что ему важнее? Данная работа или собственное спокойствие? Опять же, есть такой способ решения конфликта, как приспособление. И именно этот способ используется как раз при конфликтах с начальством. Для подчиненных, соответственно. То есть, что такое приспособление? Понятно, человек, переступая через какие-то свои цели, ценности, приспосабливается и идет на уступки начальству, просто чтобы не потерять работу. Поэтому здесь просто нужно расставить приоритеты. Если вам работа важна, и вы хотите здесь оставаться, вам интересно, вы получаете удовольствие от всего, что делаете, то, возможно, стоит до какой-то степени это использовать. Но, опять же, знаете, для меня, и я всегда это говорю своим клиентам, собственные эмоции, собственное спокойствие всегда важнее. Здесь все-таки, ну, каждый выбирает сам. Свою здоровье, да? Да, каждый выбирает сам. А что касается конфликтов семейных, вот если, допустим, два человека мне близких, между собой ругаются, вот стоит ли мне власть, допустим, мама, папа ругаются, вот стоит ли мне власть и говорить, папа, ты не прав, мама, ты не права, разойдитесь? Знаете, здесь, может быть, стоит вмешаться, если вы грамотно и результативно сможете решить конфликт. Вот про то, что мы говорили. Спокойно, тоном взрослого человека, а не родительским тоном, то есть противоположность взрослому тону, так называемому, да, кавычках, может быть, потому что это не от возраста зависит. Есть родительский тон. Что это такое? Это тон по учении, научении, приказов, указов. И, к сожалению, таким тоном разговаривает, ну, я не знаю, 90%, наверное, в нашем обществе. И именно этот тон порождает конфликты. Вот если, как бы, резюмировать нашу беседу, да, золотые правила мирной жизни. Какие они? Какие правила? Ну, наверное, самое первое правило – следите за тем, что говорите. Это раз. Второе – говорите не про личность человека, а про его поступки и действия, если вам что-то не нравится. Третье правило – осознавайте свои чувства, грамотно их выражайте и учитесь управлять своими эмоциями. Четвертое правило – учитесь понимать чувства других. Тем более, если это близкие вам люди, коллеги, вы все-таки с ними работаете и достаточно хорошо знаете этих людей. И последнее правило – не копите обиды и учитесь прощать, потому что именно это является основой, скажем так, конфликтной ситуации той самой. Ну и закончить я бы хотела, на мой взгляд, такой мудрой очень цитатой. И если в любом конфликте, решите в любом конфликте с близкими людьми, что для вас важнее – быть правым или быть счастливым? Золотые слова. Я даже немножко как-то провалился, когда ты пока слушал. Спасибо большое за беседу. Действительно, слова верные, в точку. И я надеюсь, что все наши зрители будут их использовать и будут жить всегда в мире до влаги. Спасибо большое за беседу. Хорошо вам дня. Всех доброго. Спасибо.